В амбулатории полностью заменена отопительная система, был ремонт кровли, ремонт фасада. Поменяли полностью освещение в этом корпусе амбулатории. Экскурсию для нас проводит заведующий Володарской врачебной амбулаторией Тимур Асанов. В лечебном учреждении пациентов принимает коллектив из 30 высококлассных врачей и медсестер. Акушер-гинеколог Дуванская Яна Валерьевна, она сертифицированный специалист, как раз проводит ультразвуковую диагностику женщин, кальпоскопию. Тем самым это позволяет обследовать женщин, вести беременность и выявлять те или иные заболевания на ранних этапах. Благодаря экономному подходу к планировке теперь в Володарской амбулатории появился кабинет выписки больничных листов и льготных рецептов, лекарства по которым можно получить здесь же, в аптечном пункте. Этот кабинет позволяет разделять потоки. Если раньше все жители должны были обращаться в регистратуру, стойкую информацию, тем самым были операторы загружены, то теперь потоки людей, которые больничными листами напрямую заходят в этот кабинет, они могут по одному человеку заходят и спокойно ведут беседу, оформляют документы. Коснулись изменения и помещения регистратуры. До ремонта здесь в прямом доступе находились стеллажи с медицинскими картами пациентов. Теперь, как и положено, у них отдельное помещение. Раньше регистратура и картохранилище располагались вместе. По нормам картохранилища и любые карты, они должны быть не на глазах у людей, для того, чтобы не разглашалась персональная информация. Стало больше света и уюта в кабинетах. Врачи отмечают, что в таких условиях приятнее проводить прием пациентов. Гораздо больше пространства, места, людям есть где разместиться, и кушетка удобно стоит, то есть можно посмотреть людей. Людям нравится, есть удобные диванчики, где люди могут разместиться в ожидании очереди. Красиво, уютно. Также теперь в амбулатории полностью обновлена оргтехника. Принимая во внимание, что медицинское заведение одно из первых в Ленинском городском округе переходит на электронные документы оборот, это весьма актуально. Мы вводим документы в систему ТОСУ в электронном виде, сканируем эти документы, чтобы не было необходимости формировать бумажный вариант. Но пока приказа об отмене бумажных медицинских карт нет, поэтому мы их тоже дублируем и видим. Стоматологический кабинет Володарской амбулатории в прекрасном состоянии. Здесь поменяли только освещение. Этот кабинет тоже позволяет минимизировать количество поездок жителей в окружной центр и, соответственно, медицинскую помощь стоматологическую получить здесь, у нас на территории. Предприниматель Давид Ахметович Кабаладзе живет в поселке Володарского с 1975 года. Проблемы медиков воспринимает как личные. Когда узнал о ремонте, решил, что необходимо внести свою лепту. Надо помочь вам помогать. Говорю, давай кровати тебе куплю. Он сказал, не надо, кровати купили. Купят, говорит. Или говорит, сейчас много. Ну, давай, чего, ну, телевизор. Ладно, телевизор. Весь персонал, приятно зайти. Это же вообще просто преобразовался. С 5 апреля здесь начнет работать дневной стационар. Почти два года его не было, и местных жителей приходилось направлять в Молоковскую амбулаторию. Палата дневной стационар, а здесь соседний кабинет процедурный. Палата на три койки, три смены. То есть в день мы можем принимать 9 человек для проведения инфузионной терапии. Последний раз косметический ремонт тут проводился более 10 лет назад. Амбулатория рассчитана на 75 посещений в смену, но нагрузка на врачей значительно больше. И порой на приемы приходят порядка 150 человек в день. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого.